Экскурс знаний Бобруск с рабочим визитом посетил министр образования. Работа наших школ это очень важный институт социализации. Какая тема номер один? Стоп насилию в Могилёвской области пройдет профилактическая акция. Будет осуществлен контроль заранее судимыми лицами. Как обезопасить себя и своих близких? Чарующие звуки. Ученица детской школы искусств победила в престижном музыкальном конкурсе. Я готовилась к началу учебного года. Что в планах у юной звезды? А также инвестиции в лучшие. Сладкий старт и сезонное обострение. За февраль и март из-за укусов клещей пострадали более 200 белорусов. Чем опасны паразиты? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Адмитрия Вчаренко. Президент принял ряд кадровых решений. Среди вакантных должностей руководитель Беллесбум Прома, председатель правления ООО Банк развития Республики Беларусь. Три зампреда, облсполкомов и райсполкомов, а также главы администрации в Витебске и Бресте. Вновь избранным руководителем глава государства дал практическое напутствие. Завтра вы придете в трудовые коллективы, особенно руководители районов. Я всегда советую подобным людям, руководителям, у каждого члена коллектива должен быть шанс. Поэтому не надо приходить с шашкой на голо и рубить там. Не те времена. Надо иметь голову на плечах, тогда за вами пойдут люди. И если кто-то где-то недорабатывал, ну дайте ему шанс. Правда, время спрессовано. Никто ждать не будет, пока он развернется. Вы побежали, он отстает. Ну что ж, надо ему объяснить, что отставать нельзя, затопчет, как я говорил. Но дайте шанс. Вы руководителями становитесь высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. Президент предостерег руководителей от попыток приврать в тех или иных вопросах и настроил чиновников на продуктивную сложную работу в интересах страны. Глава государства поручил проработать вопрос оптимизации в банковской сфере новому председателю правления Банка развития Сергею Столярчаку. Дом без насилия в Могилевской области пройдет профилактическая акция. Основные усилия правоохранителей с 8 по 17 апреля будут сосредоточены на своевременном применении мер профилактики правонарушений в отношении лиц, которые совершили домашнее насилие. Особое внимание выявлению детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Будет осуществлен контроль заранее судимыми лицами, отбывшими наказание за преступления в отношении своих близких. В отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, пройдут судебное заседание по их изоляции в лечебно-трудовой профилактории. В акции примут участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. Открытый диалог. Бабруск с рабочим визитом посетил министр образования. В программе несколько локаций обсуждения насущных вопросов. К экскурсу знаний присоединилась Елизавета Липеева. На часах 9 утра в Бабруск прибывает министр образования. Детский дом семейного типа на Советской – первое место в программе рабочей поездки. Важных гостей радушно встречают родители-воспитатели, дружный коллектив ребят. Хозяева проводят экскурсию, рассказывают о насыщенном распорядке дня. К нам по субботам, по воскресеньям ходит кружок кожи. Вот мы занимаемся, делаем картины. Ещё к нам в среду и пятницу приходит кружок по бисеру. Мне очень весело, хорошо. В большой семье Кравцовых заботой окутывают 10 детей. В сердцах родителей-воспитателей любви хватает для каждого. Между собой ребята отлично ладят, скучно им не бывает. Для совместного времяпрепровождения непоседам дарят интерактивную карту Беларуси, мечи и сладости. Каждый человек должен иметь семью и расти в семье. Поэтому мы пытаемся создать для детей те условия, которые они должны чувствовать, чтобы развиваться полноценно и быть хорошими членами общества. Карандаши в сторону. Следующая локация – детский социальный приют. Воспитанников застают за увлекательным занятием – рисованием. Мальчишки и девчонки радостно встречают гостей забавными стишками. Благодарят за внимание и сладкие подарки. Зайчик бегает по парте и по карте на стене. Книжки откладывают и ребята постарше. Диалог с министром образования моментально захватывает школьников. Приятные памятные сюрпризы поднимают настроение. Вся работа педагогического коллектива нашего учреждения направлена на восстановление детско-радистских отношений и возвращение наших воспитанников в свои биологические семьи. Педагогический коллектив выстраивает работу с каждым ребенком, учитывая его индивидуальные особенности. С особым вниманием глава образовательного ведомства общается с коллективом квалифицированных специалистов. От их труда в том числе зависит будущее воспитанников. Работа социально-педагогических центров сегодня должна быть в первую очередь направлена именно на профилактику семейного неблагополучия, для того, чтобы каждый родитель осознавал ответственность и важность, которую он на себя берет, когда у них появляются детки. В открытом диалоге актуальные вопросы образовательной системы обсуждают на базе третьей гимназии имени митрополита Филарета Вахромеева. Андрей, Ванец и Бобруйские педагоги затрагивают улучшение качества обучения, воспитания, методического сопровождения, охраны детства, совершенствования инклюзивного профессионального образования, внедрение здоровья сберегающих технологий, подготовку к Олимпиадам и многое другое. Я считаю, что встреча прошла в очень доброжелательной, яркой атмосфере и только очень приятные впечатления. Мы получили в полном объеме все ответы на волнующие нас вопросы. Продуктивная беседа за круглым столом глава ведомства развернуто освещает каждую тему, расставляет акценты на важных моментах. Ни один предмет образовательной системы не остается в стороне. Работа наших школ – это очень важный институт социализации, в первую очередь воспитания личности, гражданина, патриота нашей страны. Каждый учитель должен видеть ребенка, который приходит на занятия, он должен видеть, в каком настроении находится, он должен понимать, какие нужные слова к нему подобрать, для того, чтобы не только выучить тот предмет, который он изучает, но и для того, чтобы он с огромным удовольствием шел в школу. В год качества Министерство образования делает максимальный упор на совершенствование института знаний. Важно сохранить и приумножить багаж бесценного опыта. Сегодня учреждения готовы предоставить неформальный подход, методы заинтересовать современное поколение, а главное – воспитать достойных граждан Беларуси. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Выгодная ставка, нашествие паразитов и выбор будущего. В республике заработала специализированная электронная площадка для 11-классников. В чем суть? Громкие заголовки дня. Далее, в специальном обзоре. Российские инвестиции в Беларусь по итогам прошлого года выросли на 1,2 млрд долларов, а общая сумма превысила 5. Основные сферы вложений – обрабатывающая промышленность, транспорт и ритейл. В 2023-м взаимная торговля между странами увеличилась на 6%. Среди товаров, которые экспортировали из республики – молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто, телевизоры, а также тракторы и сидельные тягачи. В стране приступили к севу сахарной свеклы. В этом году под овощную культуру отведено 103 тысячи гектаров. Уже выполнено без малого 4% от плана. Пока работа ведется в двух областях. В 2023-м был достигнут исторический урожай. Собрано более 5 млн тонн корнеплодов. В 2024-м предыдущий показатель нацелены удержать. С июня молодым специалистам начнут выдавать кредит под 2,4% годовых. Максимальная сумма – 13 038 рублей или 30 бюджетов прожиточного минимума. Купить за эти деньги можно абсолютно любые непродовольственные товары белорусского производства. Претендовать на займ могут бывшие студенты, которых направили на работу в организации «Не по месту жительства родителей» либо на предприятия в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. За февраль и март из-за укусов клещей пострадали более 200 белорусов. В основном паразиты присасываются в лесных массивах – примерно 44% от всех обращений. Специалисты отмечают – ежегодно в республике регистрируется практически более 2000 случаев болезни лайма и свыше 200 клещевого энцефалита. В республике заработала специализированная электронная площадка для 11-ти классников. На сайте abiturien.by можно посмотреть каталог специальностей белорусских вузов, узнать порядки приема, ознакомиться с перечным курсом по повышению квалификации. Также там есть специальный калькулятор, с помощью которого можно проверить проходные баллы или сравнить свои показатели с прошлогодними. Вступительная кампания в «Синекой», напомню, начинается в следующем месяце. В режиме онлайн 24 на 7, 4 апреля – Международный день интернета. Стремительное распространение интернет-технологий в повседневной жизни стало отличительной чертой нашего времени. Интернет, как одно из наиболее значимых явлений прогресса, радикально изменил и продолжает изменять жизнь современного человека. Сегодня Международный день интернета. Компания «Белтелеком» поздравляет всех жителей нашего города с этим праздником. Более 60 тысяч бобручан являются нашими абонентами. Своим праздником его считают программисты, веб-мастера, дизайнеры, разработчики, игр, блогеры, а также все пользователи сети, независимо от места их проживания. Интернет связал весь мир своей огромной паутиной, объединил людей из разных стран, вывел на новый уровень развития науки и культуры, сформировал и продолжает создавать новые тренды. Максимальная скорость передачи данных на сегодняшний день в компании «Белтелеком» – 500 мегабит в секунду. Через доступ к сети и интернет работают такие услуги, как смарт-телевидение зала, видеоконтроль, умный дом, сервисные платформы и многие другие. Мы не стоим на месте. И хоть праздник пока неофициальный, у него есть шансы закрепиться за 4 апреля. 404 – стандартный код ошибки дает этому дню ощутимое преимущество. Первая во всем – ученица детской школы искусств имени Текотского стала победительницей громкого конкурса. В конце марта в Минске соревновались 24 талантливых музыканта со всей Беларуси. Во второй тур прошли 8 человек, лучшие из лучших, среди них и Александра Снарская. Девушка профессионально исполнила два произведения и забрала заслуженно первое место в номинации «Деревянные духовые инструменты». Достаточно долго я готовила с начала учебного года, ездила постоянно на консультации, занималась постоянно в школе, дома. Ну, я люблю, когда произведение со смыслом, с фразировкой. То есть, если ты сразу играешь произведение, оно сразу у тебя в голове пропивается, и мысли сразу либо относятся к этому произведению, либо оно тебе не нравится. Диссерентация идет, конечно, на требования конкурса и на умение ученика. То есть, конечно же, требования конкурса, произведения всегда бывают несколько легче, чем уровень ученика. А уже произведения, которые выбираются самостоятельно, они, конечно же, на голову выше по уровню сложности техничности. Несмотря на блестящие успехи в музыке, свою жизнь Александра планирует связать с менее творческой профессией. Девушка поглядывает в сторону IT-сферы. Юная флейтистка признается, родители поддерживают во всем, прислушиваются к мнению и всегда готовы подставить плечо. Инфляция человечности. Наступит ли будущее, в котором нет общей боли и трагедии? Какова должна быть реакция на трагедию и восстановят ли кровавый путь за 500 тысяч рублей? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова